доброе утро друзья доска с доставка клиентов до своей двери бабушка уже так немного трудно ей ходить поэтому вот говорю отвожу домой тем более я закончила уже работать вот сейчас поеду меркодону кое-что надо купить больше никаких делов нас так спокойно обещают бурю вот эту вот как там ее даже назвали даже сегодня в обед ветер поднимется так по крайней мере передавали но пока у нас тишь да гладь божья благодать ветра вообще нет вот точно затишье перед бурей смотрите море вообще не шевелится затишье перед бурей класс тишина такая и так тепло тепло смотря на то что я наделась длинным рукавом цветок но он такой легкий легкий вот поэтому комфортно ходить гулять даже работать дело когда приехала вся улица была заполнена машинами а сейчас все видимо ехали на работу но нет вот этих вот этом доме за вот это вот слышите вот за этой меркодоне тоже появились разные новогодние на рождественские вкусняшки муж любит вот такой мацапан марцапан марцапан как он там вот я не люблю всякие эти новогодние не туроны не мацапаны ничего-ничего может быть какие-нибудь но нет не люблю все это я поэтому а хлеб мне нужен кое-что вот набрала сегодня в основном приехал меркодона за вкусняшками для чарли так хлеб нужно взять тоже мужу я от хлеба совершенно отказалась но вот утром ем на завтрак и все поэтому мне хлеб не надо так еще и хотела знаете что взять пойти на самом деле тоже не надо нас что-то мало едим вообще я хотела рует из до примавера где они лежат и кое-какую заморозку в общем я вам все дома покажу что я купила так что тоже тоже вкусняшка то это скреп с примавера но вот они замороженные а были я где-то видела не замороженные так что надо посмотреть но это как знаете как блинчики с капустой чем-то похоже хочу сюда пришла меня ноги сюда пищи зачем-то привели к рыбе матери они так заморозки может быть они меня вели наверное скорее всего не меня к заморозки вели ноги то лучше знают чем я что-то видела тоже заморозку должны такую знаете для бог привести вот ее где-то надо найти так это вот с курицей она буду искать тут музыка так орет что мне не нравится такие мне небольшие покупочки небольшие небольшие отрицать не пошел вот смотрите сейчас вам расскажу все покажу расскажу например печеньки вот такие для чарли стоит 239 здесь килограмм очень вкусно пахнет хоть самой ешь ему хватит надолго на месяц 3-4 так в туалет вот такая вот штука с хлоркой рубль двадцать три стоит так серра фак что такое фак фак ладно потом объясним молоко без обезжиренное она на 79 копеек вот такие вот тоже для чарли вкуснюшки рубль 50 рубль 50 еще одни какие-то там у него вкусняшки он уже есть рубль 19 руб или рубль 50 в общем вот эти вот для зубов типа того вот такой хлеб стоит рубль 30 здесь пять штук из цельной это ржаной по-моему до ржаной 51 процент в общем так это мужу это же рубль 50 вот такие печеньки из имбирные тоже мужу он такой любит такие хрустящие как чипсы но там слишком много и и всякие знаете там чё там канела там канела приправа тот который мне не нравится канела не вспомню в общем вот это вот это она мне совершенно не нравится ее там много и я такие печенья не люблю а так они вкусные хрустящие такие так йогурт тоже мужу водку пила всю мужу всю мужу он на ужин ест йогурты такие с сахаром тростниковым так что еще у нас а вот такие это пироженки мне это японские пить пироженки такие мочи с кокосовым это заморозка вот должны быть вкусных всех очень рекламируют они в принципе 265 здесь 6 штука не такие маленькие хотите я вам открою сейчас покажу вот так они их выглядят их там нужно достать за 5-10 минут и потом вот лопать не знаю попробуем сегодня сейчас я отправлю в морозилку пускай там лежат мацапан мацапан тоже мужу он такой любит он у нас рубль 85 здесь вот сколько-то грамм 200 грамм мацапан а себе вот жвачки когда пожевать что-то хочется вот жвачку жую она у нас рубль 60 большая взяла манку марта закончилась вот сила маночку полкило стоит 82 копейки стерею взяла я обычную планту травяную такую сушеную она лучше потому что это меня тоже желудок болит но когда например пью кофе то кофе как-то все равно листовая стевия она дает свой вкус и в общем кофе из листовой стевии не не камильфо и поэтому такую один раз в день пью ну или может в два может раз в неделю фиг его знает так а вонючка вот такая вот взяла в ванную в туалет рубль 80 так вот кофе вот такой взяла я не любитель кофе я не какой-то там его почитатель поэтому я в нем не понимаю абсолютно и вот взяла вот такой вот чтобы был 2.99 стоит вот и мы его не часто пьем вот поэтому чтобы говорю для меня как вино например я в вино тоже вообще не разбираюсь не бум-бум поэтому поэтому я его и не пью и взяла еще вот такой вот милон 2.64 рубль 80 пол килограмм стоит дыня я еще завтра собралась они купила райт из до примавера вот эти блинчики потому что завтра в аль кампуса хочу съездить за фруктами потому что фруктов у меня смотрите сколько там два лимона и один этот каки и один ну вы поняли чудо хурма а в аль кампу все таки там выбор побольше и кое-какое овощи на куплю и там в общем аль кампу вашан это больше магазин и всего там больше сейчас буду разбирать а вот и разогревать кушать я вчера точнее мой робот вчера сварил суп пюре из овощей поэтому я сейчас буду суп пюре есть открывайся зараза чуть 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 не считается здесь все-все овощи и том числе мой сельдерей вкусный а еще я достала здесь вот такой мерю температуру 35 и 7 надо мерить иногда температуру знаете вдруг чё сейчас такое делом в общем мясо в панировке будем сейчас делать в своей шайтан машине вот пожарю там что сделать здоровый то какой здоровый то какое я уже знаете что разрежу на 2 а теперь шикардос а мужу на сковородке пожарю и здесь не знаю хотя чуть на сковородке то тоже там и сверху маслица и в шайтан машина так теперь это у нас что надо почитать а то там обосновательные знаки это конечно хорошо так читаем фиета декарны а это нашел был фиета декарны чё ну будем считать что это фиета декарны значит 180 градусов 180 градусов 10 минут так 180 градусов 10 минут так а что у меня там ничего не отметина вот смотрите видите инструкцию читаю я не могу иначе а шо тут не написано ничего такого первое это вы знаете можно даже это когда заморожено размораживать ну надо же а я и не знала вот этот чок фиета декарна где она тут есть сейчас посмотрю но она сама все сделает вот а пока все это у меня будет делаться друзья я пойду себе не себе точнее а белье помешу я когда уходила поставила стирку вот как я не знаю муж придет на обед не придет я что мне делать я не не знаю полюбила и страдаю от чьего страдания нету мне внимания тик-так ходики пролетают годики жизни сахар и не мед никто замуж не берет петь и танцевать это хорошо но белье надо взвешать потому что у нас обещают типа буря ветер дождь даже представляете я на вас немножко плюнула ну ничего страшного температуры нету ну замечательно все поджарилась такой у меня будет обед всем приятного аппетита тут уже муж салат режу и тоже ему такой же поджарю а еще иду сегодня вспоминаю про бабулечку вот эту которую я сегодня дома провожала знаете не как дети ей около 86 лет по моему бабулечки и в общем она как ребенок у меня такие бабушки знаете заходят в парикмахерскую и маски снимают а сегодня но когда мы с ними как говорится наедине ничего страшно потому что эти бабочки никуда не выходит они дома сидят вот ну выходит там погулять у нас но там народу мало в общем но я уверена в них что все с ними нормально а сегодня так как с утра у меня еще одна была женщина я говорю не снимай маску надень маску на ой а я краситься красить голову буду она у меня измажется я говорю ничего страшного ничего страшного говорю отмоется а вот эти вот штуки они отмываются от краски поэтому ничего страшно и вот они знаете пока я ее красила она все переживала за свою маску а этой маске уже там наверное целый месяц но она все равно не говорю никуда не выходит то есть она там ее не носит они вот у них привычка они заходят ко мне на работу и вешают маски как сумки свои я им объясняю что маски то надо как раз и надевать у меня в парикмахерской а не снимать но это бесполезно это как малый деть и вот она все время переживала за свою маску что она вот у нее испортится и больше то у нее нету и вы знаете я уже сказала говорю я тебе дам маску у меня есть маска я тебе другую новую дам не переживай даже если говорю но она не испортится ничего с ней не будет и вот пока я ей в руку не дала новую маску я же заказывала с китая там это и поэтому некоторые клиенты которые вот так заходят там знаете такие вот есть тряпочные маски они да они не отмываются ничего я им даю такие вот и пока я ей в руку вот так не дала маску она вот не успокоилась она все а и вот маска моя она испортится там а больше у меня нету я ей вот так вот знаете даже не в руку я и сначала показал вот тебя маски тяптом ее дома она все равно о я как же так пока я не дала в руку вот знаете как ребенку игрушку она вот села с ней сидит такая радостная какая вот бабулечки да и так жалко их стало потому что сейчас у нас сказали что он пальчик мой будет видно что рождество одну как не отменят но запретят всякие встречи рождественские все такое и я так подумал говоря с кем же останутся вот эти бабушки им же своими детьми уже нельзя так встречаться и все общем не знаю как все это будет но как-то они вообще не сюда пошла но как-то вот пожилые вот одинокие именно которые живут одни им как-то будет сложно наверное потому что не всегда ездят даже из домов престарелых забирают дети потом к себе на рождество а в этом году нет как все будет они же в риске самое в самом риске в общем жалко их как дети ей-богу и вот мы с клиенткой она не заслышивает еще с клиенткой разговариваем что она говорит так их жалко я буду представляете заходит вот так парикмахерскую снимают маски я говорю не докажешь им что их надо надевать у меня ну тут смотрите куда пришли да чарли волна рез чады конечно немного боится мы нагулялись так хорошо все таки в компании гулять намного лучше наболтали что даже голос пропадал ой даже когда вернулись прогулки все еще стояли и болтали так что может быть на днях повторим наш маршрут вот а сейчас я уже пойду умываться в душ свожу и с вами попрощаюсь до завтра потому что шумит чайник чайок себе сделала имбирный всем всего самого наилучшего всем пока пока